Всем привет, с вами Люда Блаж-Суприм, добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня воскресенье, но обычно в последнее воскресенье месяца мы с вами обсуждаем других королевских персон, другие страны, не только Великобританию. Но одно воскресенье месяца, я пока еще не определилась какое, но какое-то бывает, это у нас киношное воскресенье. Я вам рассказываю про свои любимые сериалы, делаю отзывы на какие-то фильмы, и так или иначе, эта тема тоже связана с королевской семьей, либо с аристократией, либо с чем-то таким британским, как в сегодняшнем случае. Я думаю, что сегодняшнее видео вам понравится, такая история нетривиальная, история яркая, и история, которая вот, ну, Меган Маркл, Уоллес Симпсон оставляет курить в сторонке. Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чай, кофе и погнали. Реально в последнее время очень редко на экраны выходит что-то стоящее, что-то британское с опорой на реальную историю, на реальных персонажей. Сериал очень британский скандал именно из таких, и сегодня мы поговорим про второй сезон. Про первый сезон тоже я его смотрела, в конце тоже сделаю небольшой отзыв, но сегодня про второй, про историю княгини Аргайл. Это совершенно невероятнейшая история для того времени, да и для нашего на самом деле тоже, история развода герцогини, которую прозвали грязной герцогини. В главной роли, конечно же, Клэр Фой, моя любимая, обожаемая, известная многим по роли молодой королевы Елизаветы в сериале Корона, также в роли герцога Пол Беттани, знакомый многим по роли Виджина в киновселенной Марвел. Дело Аргайлов было довольно редким, обычно жена подавала на развод и обвиняла в неверности мужа, а здесь муж обвинил жену в неверности, и доказательств этому у него было огромное множество. Начиная от дневников, и в принципе, если там считать ее любовников, то у нее насчитывалось примерно 88 любовников, заканчивая интимными фотографиями герцогини с другим мужчиной. Все грязные подробности неверности герцогини Маргарет обсуждались и муссировались в прессе, но, как оказалось, невинных овечек, положительных героев в этой истории не было. Я расскажу историю, как все было от начала до конца, она интересная, если это не касается Мэган и Ли Кейт, это все равно может быть интересно, поверьте мне. Расскажу, чем отличалась история от сериала, осторожно, спойлеров будет много, но, как мне кажется, такой сериал, как вот про герцогиню Аргайл, он ничего страшного, если вы знаете финал, тут важно совершенно другое, но об этом в конце ролика. Сериал вроде бы как про отношения герцога и герцогини, но все же Маргарет здесь главная героиня, поэтому мы начнем с нее. Эстель Маргарет Уигем родилась 1 декабря 1912 года в Шотландии, ее семья была не слишком богата, однако ее отец Джордж Уигем сумел сколотить состояние на производстве шелка и, собственно, стал миллионером. Маргарет была единственной дочерью в семье, и ее мать постоянно критиковала ее за каждое действие, комментировала, критиковала ее внешний вид, и это очень ярко и четко показано в сериале. Первые 14 лет девушка прожила в Нью-Йорке, и в 15 лет с ней случилось первое, ну, для 15-летней девушки, ну, достаточно как бы несчастье, ну, и для Маргарет это было, она воспринимала это как несчастье, она забеременела от Дэвида Нивена, в будущем известного актера. Отец был, конечно же, в ярости, он отправил ее на аборт, и об этом Маргарет рассказала, об этом эпизоде, только спустя после 50 лет, после смерти актера. В 30-м году она была представлена королеве Марии, ее сыну принцу Уэльскому, Эдуарду VIII, на балу дебютантов. Это, конечно же, Мария Текская, мы все помним этот ролик про бомбезную бабулечку. Так Высший свет Лондона окончательно принял Маргарет, и у нее была единственная подруга, это, кстати, мать мачехи принцессы Дианы, Барбара Картланд, и вот что она говорила про нее. Она была очень красива, каждый мужчина хотел затащить ее в постель, и она хотела отправиться в постель с каждым мужчиной. Ее романы не длились долго, думаю, спустя время она начинала казаться мужчинам скучной. Справедливости ради надо сказать, что романов у Маргарет было действительно великое множество. Например, она крутила шашни с принцем Али Ханом, тем самым, который позже женится на американской актрисе Рити Хейвард. Про них, про Риту мы разговаривали в видео про принцесс-американок. Ну, собственно, такое ощущение, что они там все как эти скорпионы в банке друг с другом, да? Очень маленький круг общения у всех этих аристократов был. Также она встречалась с миллионером Гленном Китстоном и Майком Эткином. Также ее другом и любовником был нам хорошо уже известный принц Джорджий Герцогенский. Вы удивлены? Я вот совершенно нет. Некоторое время она была помолвлена с Чарльзом Гревелом, седьмым графом Уорвик, но до свадьбы дело так и не дошло, потому что Маргарет предпочла другого. 21 февраля 1933 года в возрасте 20 лет Маргарет выходит замуж за Чарльза Суини, американского бизнесмена и друга принца Уэльского. И с момента их свадьбы, когда Маргарет появилась под виничным платье от Нормана Хартнелла, ее имя стало синонимом моды и элегантности. Платье сейчас находится в музее Виктории и Альберта, а визитной карточкой Маргарет, впоследствии Герцогини Аргайл, до конца ее дней стали три нитки жемчуга. Ради свыни Маргарет приняла католичество, и пара хотела иметь детей, но до момента рождения ее первой дочери у девушки случилось сколько? Восемь выкидышей, восемь. А первая дочь родилась вообще мертвой. Но в итоге в семье появилось двое дочерей, дочь Фрэнси, ставшая в замужестве Герцогини Ратланд, и сын Брайан. Больше у Маргарет детей не было, она не смогла забеременеть после максимально ужаснейшего инцидента в ее жизни. В 43-м году, возвращаясь от своего врача, она упала в шахту лифта с 12-метровой высоты. Как потом вспоминала Маргарет, она сумела ухватиться за трос, и в итоге приземлилась на колени, ударившись головой о стену, а ноги были сломаны, стерты просто до крови. Потом оказалось, что она получила травму позвоночника, я вот это все рассказываю, у меня прям жуть по телу, такой мороз. И врачи говорили, что она, возможно, даже ходить не сможет, но оказались неправы, и слава богу, она прям аж бегала. Отец купил Маргарет квартиру, если это можно назвать квартирой. Это хорошо известная как 48-я Upper Grosswinner Street, там Маргарет жила до 78-го года, а в годы ее замужества за Суинни там тусовались не только британские аристократы, но и американские зажиточные мигранты и дипломаты. Например, Джо Кеннеди, это отец будущего президента, тоже там часто бывал, любовница Эдуарда VIII Тельма Фарнес, ну и, конечно же, куда без нее, Уоллис Симпсон. В годы войны до падения в шахту лифта Маргарет присоединилась к Красному Кресту, и свои три нитки жемчуга, которые впоследствии станут для нее роковыми, она носила поверх униформы, чем вызывала бурю негодования, но, тем не менее, непреклонная женщина, вот это, это моя униформа. Чарльз ее муж стал успешным пилотом, но после войны их брак начал разваливаться, и окончательно развелись они в 47-м году. В этом же 47-м году, по распространенной версии, Маргарет и знакомится со своим будущим мужем Иеном Кэмпбеллом. На тот момент он еще не граф Аргайл. Примерно здесь и начинаются, собственно, события сериала, хотя по сюжету немного переиграли, якобы ради него Маргарет развелась с мужем. По другой версии, они встретились вообще только в 49-м на железнодорожной станции, и на момент знакомства Иен был женат. Кто же, собственно, такой Иен Кэмпбелл? О его жизни известно меньше. Он родился в Париже в 903-м году, был на 9 лет старше Маргарет, он был правнуком 8-го герцога Аргайла, и о наследовании титула и замка тогда, собственно, и речи не шло. Иен был известен своей страстью к алкоголю, азартным играм, запрещенным веществам и, конечно же, к женщинам. Его первой женой была Джанет Эйткин. Брак продлился всего лишь 7 лет, с 1927 по 1934 год. У пары родилась дочь Джин. Уже на следующий год после развода он женится вновь на Луизе Ванек, которая родила ему двух наследников, Иена и Колина. Собственно, долгожданных мальчиков, долгожданных наследников. В начале Второй мировой войны Иен попал в немецкий плен, где пробыл там 5 лет, и вроде бы как у него развилось там посттравматическое расстройство впоследствии, которое квалифицировали дальше как болезнь. Расстройство крайне негативно сказывалось на его отношении в семье, к женщинам, к женам. Обе его жены говорили, что он подвергал их эмоциональному и физическому насилию. Собственно, именно это и ждало впоследствии Маргарет. В 1949 году Иен, собственно, становится герцогом Аргайл. В сериале показано как, а как и каким образом. И он наследует замок Инверери, а вместе с замком просто чудовищные налоги и долги. 500 тысяч фунтов стерлингов. В переводе на нынешние деньги это практически 19 миллионов. Только вдумайтесь, 19 миллионов фунтов. И это в послевоенное время. Чтобы расплатиться с этими долгами и налогами, Иен продает несколько акров землика, которыми владела семья все 400 лет. В 1950 году произошел чудовищный пожар, впоследствии которого часть замка вообще сгорела. И вот мы снова в сериале. Вот мы снова здесь. Иен встречает красавицу Маргарет, дочь миллионера. И не разводясь со второй женой, он крутит с ней роман, вынуждая Луизу подать на развод. Вот в фильме даже есть сцена, где первая жена Иена говорит второй, разведись с ним. Это мое лучшее решение в жизни. В 1951 году Луиза разводится с Иеном. И далее Маргарет становится герцогиней Аргайл. 22 марта 1951 года. Маргарет быстро почувствовала себя хозяйкой дома, хозяйкой поместья. И она искренне хотела восстанавливать все то, что было ей дано. Но благодаря ее заслугам захолустная деревушка рядом с замком была признана в качестве национального памятника. Но про новую жизнь замка и благодарных местных жителей говорить не приходится. Маргарет вкладывала свои личные деньги не только в восстановление замка и угодий, но и в поиски затонувших сокровищ в заливе Тоберморе, которым был просто одержим Иен. В сериале это тоже очень ярко и четко показано, как она прям вот верит в него. И в сериале очень классная и хорошая и правильная аналогия. Когда у Маргарет и Иена хорошее отношение, она в него верит, то что-то удается найти. Как только отношения портятся, водолазы говорят, что дальнейшие поиски бесполезны. Словно Маргарет и есть самое главное сокровище Иена. Маргарет вкладывалась в замок, надеясь, что она инвестирует в собственное будущее, в свою пенсию до старости. Ее можно понять. Но как только работы закончились, Иен дал ей понять, что абсолютно все принадлежит его наследникам. А Маргарет не имеет права абсолютно ни на что. Совместных детей у них не было. И тогда Маргарет идет на отчаянный шаг. Она пытается убедить Иена в том, что сыновья от второй жены на самом деле не его. А потом якобы даже пыталась купить младенца и выдать за своего. Сама она родить не могла после травмы. И, естественно, все эти перипетии очень ярко, красиво и тягомотно, конечно, но про это опять же в конце ролика рассказано в сериале. Вообще у них в браке, как и в реальной жизни, так и в сериале показано, все не задалось с самого начала. Деньги Маргарет, Иен сам об этом говорил, он использовал для своих нужд в замке и для покрытия долгов. В фильме это буквально на поверхности. Стоит Маргарет отказать в средствах, как Иен начинает ее унижать. Однажды чуть ли не душит до смерти с криком «Зачем ты мне тогда нужна?». Здесь никаких вот читаем между строк, здесь все открыто, четко сказано. Оба в браке изменяли, Иен пропадал ночами, а Маргарет уезжала в Лондон одна и бывала там неделями. И предположительно именно тогда Иен начал называть Маргарет сатана, и они стали жить раздельно. Примерно в 1959 году, когда пара поехала в Австралию, они пытались там найти деньги на замок, Иен заглянул в дневники своей жены и нашел там имена любовников. А позже, когда Маргарет путешествовала, нанял слесаря и взломал ящик ее стола, где нашел те самые фотографии, обнаженные фотографии, где была Маргарет и некий мужчина. В фильме показано все достаточно драматично, но в целом все именно так и было, именно эти фотографии гарантировали ему развод. А Иен отчаянно жаждал развода. Пускай он на суде и говорил, что он травмирован, его глубоко ранила неверность жены, на самом деле реальность была такова, что деньги у жены заканчивались. Поэтому ему просто как воздух необходим был следующий брак на какой-нибудь богатенькой дурочке. Его измены и похождения не провоцировали Маргарет на развод, поэтому он должен был придумать что-то другое. А тут бац, фотографии, все как по маслу. Но он пошел самым отвратительным путем. Сначала он пытался доказать, что после падения в шахту лифта у Маргарет в голове что-то щелкнуло, это цитата, после чего она стала нимфоманкой, которая никак не могла удовлетворить свой сексуальный аппетит. И если бы ему удалось доказать психические отклонения Маргары, то до развода бы, ну как бы развод доказывать, неверность доказывать вообще не надо было бы. Но с документами смухлевать ему не удалось, и тогда он официально подает на развод в 1963 году. Он утверждал, что у нее было 88 любовников, среди которых министры, голливудские актеры и члены королевской семьи. Ну и, конечно, главный козырь герцога – это вот эти пять полароидных снимков. Они так и не были обнародованы, но на них был обнаженный мужчина, которого ублажает Маргарет. На герцогине не было ничего, кроме тех самых трех нитей жемчуг. Фото были сделаны через зеркало в серебряной ванной комнате Маргарет в квартире ее в Mayfair. Это должно было быть слушание о разводе, а превратилось в судебно-обвинительный процесс. Друзья отвернулись от Маргарет всецело, а ее одна из близких подруг сказала ей следующее. «Ты тянешь нас на дно». Под нас она имела в виду аристократию, в целом аристократический круг Лондона, их тусовку. «Каждый кассир и дворник теперь обсуждает, как мы живем». Ну и пресса, конечно, взахлеб смаковала все детали. Они прозвали Маргарет «Dirty Duchess», «грязная герцогиня». Без преувеличения, даже после развода Дианы и Чарльза, развод Аргайлов остается самым запоминающимся со знаком минус, самым скандальным. Главный вопрос, который интересовал, конечно, всех – кто же этот мужчина без головы? «Headless man». Потому что если Маргарет можно было узнать по трем нитям жемчуга, то мужчина в кадр, в лицо мужчины так и не попало. Долгое время люди считали, что это Дункан Санс, министр обороны Великобритании, зять самого Уинстона Черчилля, потому что фотографии были сделаны на камеру, которую делает Полароид, а тогда в стране была только одна такая камера в Министерстве обороны. Дункану даже предложили уйти со всех политических постов. Вот, все в духе современности 2022, когда культура отмены, ничего не доказано, но все политические посты, пожалуйста, покинь, дорогой Дункан, мы ничего не доказали, но ты уже виноват. Официально, конечно, не было доказано, что это был за мужчина, но Иоанн на 100% был уверен, что это немецкий дипломат Сигизмунд фон Браун, потому что в последних записях в дневнике Маргарет часто использовала букву B – Браун. Он признался, что у него был роман с Маргарет, но про фотографии ничего ясного не было. Сама Маргарет утверждала, что они давно расстались. Есть также информация, что по результатам экспертизы, а экспертиза знаете какая была? Осмотр у уролога, где сравнивали волосы, вот там, представляете, такая экспертиза. В общем, по результатам этой экспертизы, на фото был американский актер Дуглас Фрэббингс-младший. Потом вообще говорили, что на фото были два мужчины – Дуглас и зять Черчилля. Маргарет так никогда и не назвала имя того мужчины, а Дуглас и все остальные отрицали, конечно же, свое причастие. И тот факт, что Маргарет, она скончалась в 93-м году, об этом тоже расскажу, во время, когда, ну, в принципе, можно уже было какую-то денежку заработать, да, сказать, кто это был, что это. Нет воспитания, какая бы она там нимфоманка ни была, не позволила ей вынести на свет Божий имя этого человека. Также, кстати, свое многозначительное мнение по поводу личности мужчины высказала леди Колин Кэмпбелл, известная нам как Леди Си. Она была замужем за младшим сыном герцога Аргайла от второй жены, лорд Колин Кэмпбелл, аж, внимание, один год и два месяца. С 74-го по 75-й год, но прожили вместе они всего лишь 9 месяцев. Кстати, пара развелась из-за скандала, также некоторые таблоиды утверждали, что Леди Си родилась мальчиком и сменила пол, потом она засудила, естественно, эти таблоиды, а мужа обвинила в том, что он продавал лживую историю за бабки. Она, кстати, также спекулировала на тему того, что четвертой женой ее свекра, о ней, кстати, мы еще поговорим, была его собственная внебрачная дочь. Про герцога она говорила так, он издевался и бил своих жен, и это так впечатлило его младшего сына, что неудивительно, что наш брат был загублен на корню. Ну так вот, Леди Си утверждает, что мужчиной на фотографиях был Уильям Лайонс, директор авиакомпании Pan-Americans, Уильям Билл Лайонс. Близкие едва ли удивились, в итоге оказалось, что Билл был ее любовником, сказала Леди Си в 2013 году, но тут ее слова надо делить не на два, а на 22. Все-то она про всех знает, кто кого родил, кто кому изменил, кто чего куда, аж столько знает, что на книги, на биографические книги хватает, и по всем личностям, от Эдуарда VIII до Меган Марков. А всего-то надо было 9 месяцев пожить с лордом, и вот ты уже леди, и вот ты уже ближе к боженьке, и тебе виднее. Но по-хорошему было абсолютно уже неважно, кто был мужчиной на тех фотографиях. Факт измены был доказан. В вердикте суди только вслушайтесь, были вот такие слова. Совершенно распутная женщина, чей сексуальный аппетит может быть удовлетворен только несколькими мужчинами. Ее отношение к святости, браку сейчас назвали бы просвещенным, но говоря простым языком, это совершенно аморально. Часть мужчин, с которыми спала, как бы спала Маргарет, вообще были не по девочкам, а по мальчикам. Но она не могла использовать это как аргумент, потому что в то время гомосексуальные связи карались по закону, и этих мужчин она бы попросту подставила. Кстати, как и показано в фильме, в реальности Маргарет тоже подала встречный иск, якобы Иоанн изменял ей собственной мачехой Джейн, жена его отца, которая была младше самой Маргарет, но пришлось отступить из-за отсутствия доказательств, еще и заплатить 25 тысяч фунтов этой самой Джейн, которая подала иск уже встречный непосредственно на нее. В сухом остатке всем было плевать, изменял ли Иоанн, как он добыл дневники, письма и фотографии. Маргарет изменяла, и это неопровержимые факты, на основе которого он получил развод в том же году. И потом, пуже на катанной схеме, спустя пять недель, женился снова на американской наследнице Матильде Мортимер, младше его на 22 года. У них родилась дочь, она прожила всего лишь пять дней, и, как вспоминал секретарь герцога, для Матильды Иоанн Кэмпбелл не был темной душой. Она стала его четвертой женой, да, но вдовствующей герцогиней. Ее 10 лет в замке были счастливыми, нескандальными, и она рада была ставить фото герцога на все свои письменные столы. А вот Маргарет, такая нехорошая и распутная, не вышла замуж, и до конца своих дней оставалась Маргарет, герцогиня Аргайл. Какова же дальнейшая судьба была Иоанн и Маргарет? В качестве компенсации Маргарет выплатила бывшему мужу 50 тысяч фунтов, что сделало этот развод самым дорогим в истории Британии. Да, мы не считаем развод непонятных шейхов на территории Британии, ну, суд британский их развел, мы считаем именно британец против британки. Иоанн умер в доме престарелых в Эйзенбурге в 73-м году, сейчас герцогом Аргайлом является его внук Торквилл Иоанн Кэмпбелл. Замок Инверерия все еще принадлежит семье, там проводят экскурсии, издают подсъемки, например, там сняли один из рождественских эпизодов аббатства Данта. С Маргарет, конечно, все более интересно, но более печально. Ее дочь, верующая католичка, отвернулась от Маргарет, оставшиеся деньги были растрачены на покрытие судебных расходов, она вела публичную жизнь, ходила по всяким шоу, где рассказывала, как неправильно и несправедливо пресса освещала их развод, и в 75-м году, когда Иоанна уже не была в живых, выпустила мемуары Forget Not. Кстати, они с Иоанном так и не перемирились, и даже спустя годы Маргарет называла бывшего мужа злодеем и садистом. Поначалу Маргарет, конечно, пыталась поддерживать привычный образ жизни, но из-за затруднительного финансового положения и все-таки пришлось разрешить экскурсии по собственному дому. В 78-м году она вообще съехала в отель. Теперь счета оплачивали ее дети Фрэнсис и Брайан, потом они Чарльз Уинни, отец ее детей, ее первый супруг, помогли ей переехать на квартиру. Свои последние дни герцогиня Аргайл провела в доме престарелых в Лондоне, там она и умерла в 93-м году, собственно, в нищете в возрасте 80 лет. Похоронили Маргарет рядом с первым мужем Чарльзом, он умер всего за пару месяцев до нее. До конца жизни на всех фотографиях мы видим на шее Маргарет три нити жемчуга. Итак, самый главный вопрос, стоит ли смотреть этот сериал? Мой такой своеобразный отзыв. Если вас заинтересовала история Аргайл, если вам нравится Клэр Фой, однозначно да. Я хочу сказать, что есть два вида тягомотины. Тягомотина в духе вот этого сериала и тягомотина в духе Спенсер. Отзыв на этот фильм я вам уже делала, и в 90% случаев вы со мной согласны. Здесь сериал очень красивый, в духе короны, неторопливый, но не нудный. Как и заявлено перед началом каждой серии, основан на реальных событиях. И все самое важное присутствует, но некоторые моменты, конечно, показаны более драматично, но это же все-таки сериал, это кинематограф. В отличие от Спенсер, который тоже нудятина, но там непонятные аналогии, непонятные аллегории, здесь все понятно буквально и на поверхности. Например, Иэн коллекционирует бабочек, и в тот момент, когда он нанизывает новую бабочку на иголку и добавляет в коллекцию, мы понимаем, что Маргарет, он тоже добавил в свою коллекцию, коллекцию жен. Так как именно в этот момент Маргарет и осознает, что брак будет несчастливым. Также фильм показывает, что же такое высшее общество. Много бывших жен и мужей, все друг с другом общаются, иногда и должны дружить. Иэн прямо говорит, что она должна дружить с предыдущей женой, потому что та мать наследников. Как только же появляется угроза, друзья перестают быть друзьями и с удовольствием дают показания в суде. Также это история одиночества, история абьюзивных отношений, в которые виноваты оба. Маргарет с детства подвергалась унижению от матери. То же самое делает Иэн. Он передразнивает ее заикивание, критикует при любом удобном случае, а Маргарет унижает и попрекает его. Маргарет старается доказать, что она лучше, хитрее, умнее других его жен, принижая предыдущих супруг. И все это доказать, очевидно, она ходила по большей части в себе. Даже родить ребенка, ей нужно было не для того, чтобы родить ребенка, что она хотела стать мамой в третий раз, а для того, чтобы выиграть гонку, чтобы быть лучше, чтобы доказать, что с ней это все будет уначе, она сможет удержать мужчину рядом. В итоге у нее нет ни любящей матери, ни отца, который, кстати, быстренько женился на другой и совершил, по мнению Маргарет, предательство ни настоящих подруг, ни любви. Маргарет достаточно жестко отвечает на любую несправедливость по отношению к себе, и это вызывает ответную, еще более жесткую реакцию, и так закручивается до бесконечности. Абьюз просто по классике, ругань или даже рукоприкладство, извинения, жалость, период затиши и так по кругу. И каждый раз Маргарет и Иэн меняются местами. И это наслаивается еще, конечно же, на сексизм того времени, хотя чего греха таить, сексизм и по нынешний день тоже процветает. Сколько бы Иэн не изменял, пил, тратил деньги и даже пытался убить, виновата все равно Маргарет, потому что она не старается. Ему нужна настоящая жена, говорит с презрением, ассистентка герцога, точно зная, каков он. Даже в суде на допросе ей не разрешают сесть, хотя герцог во время допроса сидел. Допрос шел несколько часов. Его жалеют, потому что нехорошая жена ему изменяла. Ну а то, что он изменял, ну извините, все мужчины такие, вы же прекрасно это знаете. И имеют право, а чего вы хотели. Заканчивается фильм, вставка из документального фильма, где Маргарет говорит, что любила Иэна и хотела спасти замок, но понятия не имеет, любил ли ее сам Иэн. Я не знаю, может быть сериал меня так надурил, изменил мое сознание, но я верю Маргарет, я верю в ее честолюбие, и мне ее искренне жалко. Мне кажется, что своими вложениями в замок, своей помощи в поисках сокровищ, она пыталась заслужить любовь Иэна, любовь которой у нее не было, например, от той же мамы, да, с отцом, там так или иначе, она его любила, он ее любил, но это все другое. Мама не любила, все, считай, в будущем у тебя огромные, огромные проблемы. Также мне показалось, что она глубоко несчастный и одинокий человек, опять же, все идет с детства. Про Иэна не знаю, мне кажется, что он любил исключительно себя, он любил свой образ жизни, и делал все возможное, чтобы этот образ жизни сохранить таким, какой он есть. Мне кажется, в финале, что сериала, что жизни этих двух героев, победителей нету, беленьких овечек, как я сказала, нету, никто не хороший, никто, наверное, неплохой. Вот такие два несчастных одиночества. Но, конечно, учитывая времена, Маргарет досталась гораздо-гораздо больше. Что касается сериала, то я говорила уже, что есть первый сезон с Хью Грантом, это совершенно другая история, тоже на реальных событиях, и она, наверное, понравится вам больше. Она нам больше понравится как бы массам, да, потому что она менее тягомотная, она с Хью Грантом, Хью Грант очень яркий, озорной, я не понимаю, почему его так мало снимают, большое спасибо Гаю Ричи и джентльменам за то, что снял Хью Гранта и показал его еще более ярким. Он потрясающий, я его обожаю. В общем, что первый, что второй сезон чисто английский, прекрасный, чрезвычайно английский, и мне, я буду ждать третий сезон, какую третью историю нам расскажут, они эти два сезона, конечно же, как я сказала, отличаются, но я думаю, что вам, как ценителям Бабкиного престола, второй сезон тоже очень-очень зайдет, опять же, не тягомотина, да, но другая нодятина и тягомотина. Ладно, на этой не тягомотной ноте я, наверное, буду заканчивать, спасибо большое, что были сегодня со мной, увидимся в следующих видео, пока-пока.